Здесь всегда хорошее настроение. Сюда всегда хочется приходить, а уходить наоборот не хочется. Среди культурных учреждений города Дом культуры Прометей единственный и потому любимый. Осень пара творческая. С ее приходом театры, дворцы и дома культуры, разнообразные творческие кружки начинают работать в полную силу. Обо всем этом мы поговорим с заместителем директора Дома культуры Прометей Ларисой Киселевой. Здравствуйте. Лариса Николаевна, вы можете сказать, что осень – это особая пора, особое время, когда начинается какой-то подъем в ваших творческих коллективах? Думаю, что да. После летних отпусков с новыми силами, в прямом и переносном смысле, потому что у нас прошел ежегодный осенний набор в коллективы художественной самодеятельности. Мы начинаем снова наш напряженный такой ритм. Для нас осень начинается с нашего самого главного и важного праздника – это Дня работников нефтяной и газовой промышленности, к которому мы готовимся с большим настроем и энтузиазмом, чтобы порадовать наших работников-газовиков. И думаем, что нам это удалось. А, кстати, как вы к нему готовитесь? Потому что, насколько я знаю, почти все ваши сотрудники летом в отпусках. Готовимся заранее. И еще весной ведется большая подготовительная работа. Коллективом создается творческая группа и разрабатывается сценарий. Тщательно готовятся тематические номера художественной самодеятельности. Во главе с художником разрабатывается оригинальная сценография с тематической символикой. Забот хватает всем службам. Это и звукорежиссерам, видеосветооператорам. Это и костюмерам, парикмахерам для создания сценического образа. Безусловно, и хозяйственные службы задействованы. Работники сцены, плотники, электрики. И весь наш коллектив, то есть успех какого-то мероприятия, зависит не от одного человека. Это, безусловно, работа всей команды. Как удается все это совмещать? И вообще, например, закуплены ли костюмы? Потому что смотришь у вас, ваши коллективы всегда в очень красивых нарядах. Костюмы шьются нашими профессиональными мастерицами, костюмерами, которые прекрасно владеют технологией раскрой и пошива сценических костюмов. А часть костюмов, безусловно, выполняется в профессиональных ателье. Придумать досуг для взрослых людей задача довольно сложная. А не кажется ли вам, что сейчас основное развлечение – это полежать на диване и посмотреть телевизор? Ну, такой информации и такой статистики у меня по этому вопросу со всех соотечественников нет. Я могу сказать, что мне действительно повезло, потому что меня окружают люди, для которых главной пищей является духовная. И желание купаться в творчестве и дарить это творчество надымчанам является главной задачей. Лариса Николаевна, ну вообще зрителя нужно воспитывать? Я слышала такое мнение, что у нашей молодежи, например, мышление клиповое. То есть все должно быть быстро, феерично, динамично. Вы это как-то в своей работе учитываете? Зрителя, в первую очередь, безусловно, надо любить. А воспитание – это, как правило, обоюдный процесс. Зритель нас воспитывает своими аплодисментами, своими присутствием, своими запросами. И мы, конечно, не можем не учитывать современные тенденции в сфере развития творчества, праздников. Наши профессиональные коллеги, они всегда в творческом поиске и ищут что-то новое, чтобы удивить нашу молодежь. Но, тем не менее, на фоне нашей вот этой массовой потребительской культуры мы не имеем права опускать планку и всегда должна давать высокохудожественный продукт, который будет повышать общий уровень культуры нашей молодежи. – Так чем будете в этом году завлекать надымчан? – Ну, проведение корпоративных мероприятий, которые запланированы и приурочены государственным датам. Потом юбилеи наших филиалов общества. Вот в ноябре у нас свой юбилей будет отмечать управление капитального строительства, чему и будет посвящено торжественные мероприятия. – Безусловно, новогодние спектакли, праздники, КВН, которые у нас традиционно проводятся, и работа с социальными партнерами. В течение года, конечно, творческим коллективом будут подготовлены и совместные проекты с социальными партнерами общества «Газпром. Добыча на дым». Это и день налоговой полиции, день пожарной охраны, ну и многое-многое, что другое. Задумок много, и мы думаем, что все планы у нас реализуются. – Лариса Николаевна, а можно сказать, что тяга надымчан к искусству сильна? – Можно сказать, что тяга искусства к надымчанам очень сильна. Безусловно, да, потому что по статистике за прошлый год нас посетило более 50 тысяч зрителей, и это говорит о чем-то важном и достаточно достойная такая цифра. – А вообще, как часто ваши коллективы обновляют репертуар? – Есть определенные правила и требования по обновлению репертуара. Не менее одной трети. Но наши руководители творческих коллективов не любят сидеть на месте и вариться на одном и том же материале, скажем так. И поэтому каждое, допустим, мероприятие у нас сопровождается премьерами. – А зрители готовы воспринимать новое? – Безусловно, да. Потому что фактор новизны и интрига – это всегда плюс для мероприятия. Но у нас есть и традиционные мероприятия, которые зритель любит не менее, чем новинки. И это наши традиционные проекты «Фантазия», новогодние спектакли, «Утренники», «Масленица», на которые дети бегут с огромной охотой, потому что есть возможность очутиться в волшебстве, в атмосфере чуда. Есть для молодежи определенный тоже формат. Это тематические вечера, КВН, какие-то программы, которые более им интересны. Особой любовью пользуются, конечно, отчетные концерты коллективов художественной самодеятельности, в рамках которых всегда у нас аншлаг. – Безусловно, к спектаклям с участием известных артистов всегда повышенное внимание. А насколько сложно их организовать? – Руководство «Газпромдобыча на дым» выбирает из предложенных театральных постановок наиболее интересные, и потом заключается договор, и решаются в рабочем порядке все организационные вопросы. – А вообще увеличивается количество заезжих знаменитостей? Стремитесь вы к этому? – Нет, не стремимся, потому что приоритетной задачей нашей является создание качественного досуга и условий для формирования любительского художественного творчества и поддержания социальной и культурной инициативы работников «Газпромдобыча на дым». – А планируете ли вы какие-то гастроли? Вот взять хотя бы те же промыслы для тех, кто работает вдали от дома? Ведь раньше существовала такая практика. – Эта практика существует и сейчас. Наши коллеги из поселка Пангоды, юбилейный, пользуясь своей территориальной близостью, организовывают такие проекты и выезжают на им Совейское, Медвежье, месторождение, чтобы порадовать наших газовиков. Дом культуры Прометей участвовал в торжественной церемонии пуска ГП-2 Баваненковского месторождения. В декабре этого года запланировано наше тоже участие в торжественной церемонии пуска ГП-1 Баваненковского НГКМ. И это огромная честь и большая ответственность. – Лариса Николаевна, расскажите о коллективах подробнее. Что за люди у вас работают и вообще как они работают? В штате постоянно или это просто большие любители искусства, для которых сцена – это праздник? – Профессионалами являются только руководители творческих коллективов. И очень отрадно, что вы воспринимаете участников художественной самодеятельности такими профессионалами. Они, безусловно, очень талантливые и преданные своему делу люди, которые после рабочего дня всегда находят время, чтобы прийти и для репетиции, для самовыражения, чтобы в дальнейшем потом порадовать нас своими выступлениями, сценическими образами незабываемыми, вокальными данными, хореографическими постановками на мероприятиях, которые вы можете присутствовать. – А интересно, семейные династии у вас есть? – В творческой деятельности, как правило, есть такая особенность. Многочисленные творческие такие династии. И мы не исключение. У нас тоже эти династии присутствуют. И, как я думаю, что творческую личность вполне в таком полном объеме может понять только творческая личность. И, как можно сказать, друзья, прекрасен ваш союз. У нас Чита, Крамаренко, Мининых, Резвановых, Семенюк, Ермичевы, Семеновы. И есть еще и другие. Боюсь, что о некоторых забыла, но тем не менее. И, конечно, одни участники коллектива уходят, другие приходят. И эта преемственность, она не нарушается. То есть и что нас радует. Значимое событие в культурной жизни «Газпрома» – это фестиваль «Факел» корпоративный. Совсем скоро состоится уже отборочный тур в Ханты-Мансийске. Он пройдет. И всегда очень много участников. И наши участники, коллективы всегда выделяются. Как удается всегда удивлять? И всегда надо что-то представлять, что-то новенькое и интересное? Успех любого мероприятия, как я уже говорила, – это, конечно, работа всей команды. А к «Факелу» у нас особое отношение и большая ответственность. Поэтому готовятся новые фонограммы, новые номера, новые костюмы для создания красивого, яркого, запоминающегося номера и образа. И, конечно, талант, преданность делу, такая стрессоустойчивость, выносливость и огромная поддержка общества «Газпром Добыча на дым» являются залогом наших достойных таких блестящих побед. Что в этом году приготовили? В народе говорят, есть такая традиция, о своих планах не нужно заранее говорить, дабы не сглазить. Мы тоже не будем нарушать эту творческую традицию, которая у нас существует, но, тем не менее, надеемся порадовать вас такими же успехами. Дом культуры Прометей – это еще и разнообразные секции и кружки. Что можете предложить в этом году? У нас 25 коллективов разной направленности. Это и взрослые, и детские коллективы, хореографические, вокальные, театральная студия и студия изобразительного искусства, где каждый найдет себе возможность для реализации своего таланта. И причем есть такая разножанровость, то есть это народность, эстрада, классика. Поэтому я думаю, что каждый сообразно своему вкусу и мышлению и видению, как творчество, он может себя реализовать на наших сценических площадках. И вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что классика, она, безусловно, вне времени и моды, и набор у нас продолжается в академический хор, поэтому с удовольствием приглашаем всех на Дымчан. Продолжается набор мальчиков коллективы. Более подробную информацию вы можете увидеть на информационном стенде ДК «Прометей». Поэтому с огромным удовольствием и гостеприимством приглашаем к нам. Вот так плодотворно мы и работаем. И, конечно, хочется, чтобы мы своими выступлениями больше радовали наших зрителей и, безусловно, работников «Газпром» добычи на Дым. Все вместе внося такой позитив, интересную ноту и яркие моменты в жизни наших на Дымчан. Лариса Николаевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. А я напомню, что сегодня в гостях у нас была заместитель директора Дома культуры «Прометей» Лариса Николаевна Киселева. А я с вами прощаюсь. До свидания.